Каждый грамм этого замечательного карбоната стоит рубль. Откусил, рубль откусил, рубль. Удобно считать. Гостей позвал, можешь посмотреть, на сколько рублей они нажрали, вот прям до копеечки. Может, у славян так принято? Нам, евреям, не понять. Всем привет, это Прокшев Ест, канал про еду. Я Прокшев, это Еда. Сейчас мы будем пробовать карбонат от шести разных производителей. Новый год на носу. Решил снять что-то более-менее приближенное к новогоднему столу. А карбонат обычно считается такой праздничной пищей новогодней. Перед тем, как перейдем уже к нашим карбонатам, спасибо топовым бустерам, особое спасибо деду, как всегда. Плюс спасибо Антону Мангелеву, Юлию Соколовой, Павлу Петрову, Архману, Жене Моменко, Владиславе Александровичу, Александру Ге, Александру Ша, просто Александру. И Ермолаю, который к нам присоединился недавно. Спасибо, Ермолай. А у нас другие сегодня герои будут еще к тому же. Это вот эти шесть братьев-карбонатьев, которые мы будем пробовать. Карбонат, какой он должен быть? Во-первых, это должен быть цельный кусок мяса. Варианок копченого характера. Он должен быть достаточно плотный, на мой вкус. У него должна читаться текстура этого самого карбоната. И легкий привкус копчености, потому что он варенок копченый. Логично, логично. Итак, кто у нас сегодня? Это, во-первых, омский бекон, карбонат фирменный. Стоит 755 рублей за килограмм. Самый дешевенький сегодня. Видимо, дешевиза связана с тем, что они не могли найти вот свинью правильной формы. Видите, у всех свинья правильной формы. У них свинья попалась какая-то вот круглая. И они из нее сделали такой неровненький карбонатец. Но пусть будет. Второе. Как ни странно, он всегда самый дорогой. Почти всегда. А сегодня он один из самых дешевых. Это Дымов. 766 рублей, карбонат трапезный. Почему-то считается в России, что если ты делаешь продукцию из мяса, нужно как-то намекнуть, что она старорусская какая-то. Или монашеская, не знаю. Но, видимо, есть трапезный. Видимо, есть еще за трапезный подешевле. Но мы вот взяли вот этот. Не знаю, не знаю, как бы. Он, вот он, кстати, на ощупь один из лучших. Он прямо плотненький. Плотненький, красивенький. Дымов умеет делать привлекательный внешний продукт. Увы, со вкусом у него часто бывает не очень. Но на вид хороший. Дальше. Тоже еще такой плотный, твердый карбонат. Да, Дымов стоит 766 рублей. Дальше. Тавре. Тоже такой довольно плотненький, приятненький. Стоит 900 рублей за кило. Копченый, вареный продукт, мясо, категория. Все как обычно. Дальше. Великолукский. Ровно 1000 рублей килограмм. То есть, каждый грамм этого замечательного карбоната стоит рубль. Откусил, рубль откусил, рубль. Удобно считать. Можно вот гостей позвал. Можешь посмотреть, на сколько рублей они нажрали. Вот прям до копеечки. Дальше. Кстати, этот вот мягкий. Мне не нравится он совершенно на ощупь. Но посмотрим. Может, он очень вкусный. Великомовский. Угадайте, кого? От Велкома. Совершенно верно. 1114 рублей за кило. Это уже, на мой взгляд, дорого. Тем более, что есть за 700. Ну, посмотрим. Может быть, он настолько хорош, что денег никаких не жалко. И, знаете, самый дорогой, это, как бы, я знаю, что вы начнете гундействовать. А шо, омский же местный. Почти сибирский этот ваш. И вот, а это вообще Томск. Волковский. Компания Волков. А называется Михайловский. При этом я говорил с самим Волковым. Брал у него интервью не так давно. И он действительно Волков. То есть, это не какой-то коммерческий ход. Действительно, семья Волковых. А вот кто такой Михайлов, ну, не знаю. Может быть, кум или тесть, например. Посмотрим, что этот кум или тесть нам тут приготовил. На ощупь такой себе, сразу скажу. И стоит 1439 рублей. То есть, в два раза дороже почти омского бекона. За эти деньги они должны отличаться как минимум, мне кажется. Если уж разница в цене в два раза, то продукты должны быть, ну, неидентичными. Все, сейчас узнаем, идентичны они или нет. Я уйду, Руслан порежет все, разложит на анонимные тарелочки. Вернусь, попробую, расставлю по местам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка Так, ну все порезали Номер 2, конечно, держит над собой прям табличку Ялумский бекон, но ладно Остальных я зато не узнаю И буду пробовать без стеснения Номер 1 Выглядит неплохо Она такая как раз, по-моему, самая текстурная Знаете, ничего Но безвкусненько как-то Ничего, чтобы это плохо Ну, потому что я с корочкой взял еще Но нету вот такого явного привкуса Именно свинины, мяса Ну, может быть, они все такие Я давно карбонат не ел Номер 2 Это вообще как трава У нее и вкус травы Ну, реально привкус сена Не, сорян, номер 1 Я недооценил Полная фигня Ну, просто тупо ни о чем Это биомасса Нет, это кусок как бы Это очевидно, потому что вот волокна все есть Видно, что это не прессованное что-то Не ветчина А карбонат Ну, такой себе Номер 3 Ну, тут тоже все нормально Свинина Мясо Чистое Вот тоже Хотя, подождите Вот тут чувствуется на самом деле Мясной вкус Больше, чем на втором номере точно И, по-моему, больше, чем в первом Не, первый лучший Сорян, ошибся Так, номер 4 О, вот это внушает, внушает Кажется, это должно быть неплохо А где копченость-то? Вот номер 4 Я, кстати, получу номер 1 Чуть-чуть Номер 1, все-таки, чуть посочнее И вот до такой сухости Это уже вот Просто эти вот прямо мокрые Эти нормальные, сухие Но вот этот какой-то Наверное, даже слишком сухой А вот этот Посочнее Но тут вкуса побольше Номер 5 Крайне подозрительная херня Как будто это все-таки А, нет, все-таки это мясо Просто выглядит это Как ветчина Нет, это мясо Вот это Это не на вкус, как ветчина Это хорошая такая сливная ветчина Но это не карбонат, ни хера То есть оно норм Блин, ну это Ладно, поставлю сюда Потому что это вкусно Но это не то, что мы ждем от карбоната Вот карбонат, вот карбонат А это какая-то херня И наконец номер 6 Номер 6 Вот тут такое ощущение, как бы люди постарались Что-то со специями поигрались Вот так, чтобы лучше Давайте глянем, кто где Расставим по местам Давайте я с последнего места начну Короче, омский бекон ни о чем То есть я не скажу, что это как-то плохо, невкусно, противно Нет, это просто ни о чем Сырое, вот очень Вот течет аж с него Очень влажное мясо Абсолютно безвкусное Вообще безвкусное Срёхим привкусом сена разве что Ну И даже не скажу, что вот Такой он и должен быть, потому что самый дешевый Но карбонат не должен быть мокрым И это относится вот Как он называется Вилкомовский Вот тоже, тоже сырое Сырое, вот мокрое мясо Безвкусное совершенно Водянистое Нет Вот эти два точно нет Дальше, Великолукский Великолукский, кстати, на вкус норм Но это не карбонат, это ветчина Как ветчина, нет вопросов вообще Ветчина отлично Но мы-то карбонат хотели купить Славянский это карбонат Потому что славян так принято Нам, евреям, не понять Но не ради этого, короче Я это покупаю Ну и дальше три вообще продукта Которые имеют право называться карбонатом Я думаю, что если другой человек бы сидел на моем месте Он мог бы Вот это бы он оставил там А вот это бы мог поменять местами Может кому-то нравится посочнее Вот как Волковский Кому-то посуши как дымовский Кому-то вот мне понравился вот этот Потому что он покопченее И такой Ну больше специй Но в принципе Эти три места все норм Это вот карбонат Мясо Сухонькое Плотное Твердое Не молотое Такое, какое оно должно быть Вот так вот Ну нормально Дымов вообще 766 рублей Почти самый дешевый А по качеству Ну вообще не сравнить с обыском беконом Так что Не все самое дорогое Всегда самое хорошее К счастью для нас всех Я допустим вот вообще бесплатный А что может быть лучше меня Только ваша подписка Лайк Комментарий И все такое прочее Всех люблю Кроме некоторых Пока Субтитры сделал DimaTorzok